Багажник не может? Ничего запрещенного, не перевозите? Да перевозим, как не перевозим? Что перевозите? Открывайте, открывайте. Скрывать факт преступления жителю Черыжского района смысла не было. Здесь все более чем очевидно. В багажнике автомобиля мужчина перевозил тушу морала. Дикого зверя охотник, не имеющий никакого разрешения, подстрелил на границе двух районов, Солонешинского и Черыжского. А где добыли? На какой территории? Ну вот, на разрезе как раз получается, не там, не там. Как рассказал задержанный, на охоту он вовсе не собирался. В машине якобы на всякий случай находилось ружье. А сам он искал пропавших коров, но увидел морала и решил его подстрелить. При этом прекрасно осознавал, что совершает преступление. Тушу разделал на месте, погрузил в машину, но до дома не доехал. Нарушителя во время объезда территории задержали представители общественной организации охотников и рыболовов «Вольница». Отечественный внедорожник сразу привлек внимание. Мы выехали на перевал, то есть в бинокль я его обнаружил. Машина была пропаркована в кустах, то есть они уже сносили мясо, переодевались и начали двигаться. Мы приняли решение проверить эту машину. Первый случай, и именно что по такой большой добыче, по бору большого морала, то есть не задерживали еще. То есть в основном браконьеры, там, козлов стреляют. Вот здесь получилось так, что с таким трофеем задержали. Сколько я работаю, вот 4 года, с моралом ни разу еще не задерживали. Выявив факт браконьерства, на место выехала следственно-оперативная группа местного отдела полиции. Процедура оформления нарушителя затянулась до позднего вечера. При досмотре транспортного средства сотрудники полиции обнаружили тушу, предположительно дикого животного, огнестрельное оружие, боеприпасы к нему и нож. Документов, которые бы подтверждали право охотника на охоту, он не смог представить сотрудникам полиции. Был доставлен в отдел полиции по Чижижскому району для разбирательства. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота». Мужчине, который взял ружье и вне закона отправился на охоту, светит приличный штраф и реальный срок за решеткой. А тем временем представители общественной организации «Вольница» во главе с председателем Александром Тюниным продолжают охранять границы охотугодий Солонежинского района от браконьеров. Евгений Плохотин, Евгений Андреев. День с толком.